Так, ну что, мы с новым влогом, да, Дмитрий Юрьевич? Да, Дмитрий Юрьевич. От Димы только одна спина. Где мы? Мы немножко формат меняем. Меня будет поменьше, красивых поводок побольше, Татьяна побольше. И болтающей Тани много. Да, это будет так. В общем, друзья, Дима мне дал палочку, специальный стабилизатор. Мы в Карелии. Мы находимся под Сартовалой. На сколько километров мы отъехали, Дим? Да, буквально 20 километров. А здесь не залив Ладожского озера, по-другому называйте, я не выговорю. Вот я просто сейчас вот это вам, вот отсюда перенесу сюда. Пока Таня там болтает, ходит, да? Короче, Дима будет сейчас летать. А пока Дима летает, мы с вами просто пойдем гулять. Мы приехали сюда на, получается, 10 дней. Вчера мы уже заселились. Чуть позже покажу красоту. Ой, сейчас. Дим, а чтобы перевернуть... О! Дим, волшебная камера. Такого. Дима говорит, за такие деньги она должна снимать сама. Мы заселились в Сартовале, прямо на берегу тоже. Озеро. С нами семейная пара. Их в кадр нельзя по определенным причинам. Мужу можно, жену нельзя. Особенности работы. И сегодня мы поехали по окрестностям Сартовала. Мы поехали на белые мосты. Там красивые водопады. Остановились сейчас вот здесь. Сейчас пойдем с вами смотреть. Ну, пока Дима параллельно взлетает. Может быть, Дима потом просто вот это вот все смиксует и наложит. Потом мы съездим обязательно сегодня в Русский Аллу. Мы в Русский Алле были в прошлом году. Одним днем. И я сразу замираю, потому что вот такое карельское. Вот для меня это, когда меня спрашивают, что я называю карельской сказкой, вот это. Это просто. Как будто в лесу какое-то ощущение должна быть избушка, бабушка яга и так далее. Еще в пару мест мы хотели съездить сегодня рядом. Ребята вчера уже успели половить рыбу. И поймать даже целых двух щук. Великолепнейшим образом подрыхли. Под пение птиц. Красота. По погоде. Ну, вот так. Ну, для меня комфортно. Ни жарко, ни холодно. В общем, сегодня у нас такой погуляшечный день. Комаров много. Это имеет место быть. Почему мы выбрали июнь? Для поездки. В июле и в части августа вы потом с нами тоже во влоге отправитесь в интересное путешествие. Мы поедем с детьми на море в путешествие на автодоме. Сполернула, рассказала все. Здесь, получается, у нас был форум в Питере. Встреча с командой. В Карелии тоже была встреча с командой. Ну, и параллельно решили вот это совместить с таким отдыхом без детей. Дети остались дома. Старшая благополучная сдала все экзамены. Диме большая благодарность за то, что всем этим занимался он, пока я была в Санкт-Петербурге. Фактически уже на северо-западе тушу вторую неделю. С 5 июня. Сегодня 13 июня. Мы идем с вами вот к такой красоте. Но я думаю, Дима тут уже сейчас при монтаже наложил всего, что можно, только супер красивого, но тем не менее. Карельский отдых для тех... Кстати, в Карелии местами просто нет связи. Карельский отдых для тех, кому надо переключить мозг. Мы ездим по таким местам, где минимум людей. Ну, конечно, в Русске Али это невозможно, но тем не менее. Все приехали за такой, знаете, детокс информационной перезагрузкой. Красота! Ну, а дальше слово отдаю Дмитрию Юрьевичу с его красивыми пролетками. А сама буду стоять, как Аленушка, на том камне. Правда, Аленушка была босиком. А я в лопатку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дим, ты хорошо полетал? Ну, вы должны это оценить, а не я. И я хорошо полетал. Вот этого товарища можно в кадр. Там четвертый товарищ, от него нельзя в кадр. Кстати, дайте я возьму вот это. Представлю, кстати, вы его не показывали по телевизору? Показывали. В этом влоге сейчас. А, в этом влоге нет. Это тот самый артифектр, который построил нам дом. Тот самый. Если вам симпатизирует подобный дом, который мы построили, вот к нему. Вот к этому коту. Все к нему. Все к этому коту. Он поможет. Он сделает дешево, долго и некачественное. Дурнее. Я хотела показать. Нет, ну, это без комментариев. У нас, господи, Дима, аж экран заблокирован. А нет, разблокирован. У нас прикол. В общем, нам посоветовали, я трясусь, я не знаю, как Дима это монтировать, но мы едем по такой дороге. Нам посоветовали шикарное место, водопады, белые мосты, да? Отвечу, что я смотрел блогов блогеров, которые приезжают в Карелию. Я тебе показываю, говорю. И снимают достопримечательности. А вот про белые мосты я особо нигде не видел видео. Мы от местных узнали. Это самые большие водопады. Но! К ним идет вот такая дорога из белого кирпича. Сколько нам ехать по трясучке? С 30 минут еще. До самой ночи. Да, даже интернет не хватает. Мы, кстати, будем приезжать мимо какого-то озера. По карте написано. Ну, в процессе монтажа вы уже узнаете, вернулись мы отсюда или нет. Саша, это люпины. Это люпины. Господа, я не выключила хамеру. Какая красота! Дима! Смотри! Так, мы решили остановиться, потому что трястись невозможно. Дима пошел не то, что вы думаете сделать. Сейчас покажу, чем Дима. Нет? Ну, куда ей границать. Но пока хочу показать саму дорогу, по какой мы ехали. Кстати, очень похоже. Я не помню, мы снимали или не снимали, когда мы ездили на Урал. Но тогда мы в логике не писали, по-моему. Есть участок между... Дорога Караидель, Тастуба. Как-то так называется. Вот примерно такая же. Едем медленно. Ну, люди в ту сторону едут. В общем, у Димы появилось новое хобби. Дима ищет камушки. Да, Дима? А это самоцветы. С самоцветы. Из этих камушков потом будет делать некрасивые браслетики. Вот у нас кайло. Или молоток-каменщик, как это называется. Это каменный молоток. Я что ж не помню. И Дмитрий Юрьевич. Что ищем? Нет, тут ничего, Таня. Ничего не нашло. Нет, тут у нас. Все хорня. Гранит и... Просто гранит? И сюда. Блестят. А мы с тобой, Иван, тенечек. Ты обратно дальше? Да. Обратно или дальше? По делу, мы облегием местный проехать. Вот третья машина, проезжать как мы остановились. В общем, тох не ржать, тихо. Кто за чем в Карелии едет, кто за ягодами, кто за приключениями. А мы бы... Санька бы за водами приехал. Мальчики никак не могут успокоиться. Он селектировать будет в Бордове ему. Так, Дима, смотри с дорогой. А мы вышли. Дима пока упался в камушках. Мы соленые ножки размяли. Саша сидит счастливый в машине. Думаю, что сидит. Сань заядлый рыбак, да, Саша? Да. И вот на этих товарищей собирается ловить сегодня снова щуку. Ну, короче, это слепни, простым словом. В качестве приманки идеальный вариант. Здесь червей нету. Выкопать неоткуда. Самая лучшая приманка. Все, вся рыба наша. Корейские черви. Все, что дала природа. Лаванда. Он собирает вас. Как происходит лов без слепней? Мальчики открывают окно. Иди к Саньку, блин, заеби. Дима, а в Ютубе маток будет запикано? Да, да, запикает. Все запикает. Если дети разрешат такое смотреть. Ловит. Как поймает Якина первым делом накал. Смотри, народ, подписчики. Тань, 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 смотри, не выключай. Запускаем жертву. Они боятся уже. Санька, смотри. Народ, ваши здесь. О, зашел, зашел, зашел. Все, давай. Так, еще один подписчик. Хейтеры. Я выключаю. Слушайте, не удержалось. Сейчас прям посмотрим, сколько еще до места. Ну, безумно красиво. Сейчас покажу, что мне понравилось. 490 метров. Смотрите, какая глубина. Все, не видно. А еще в Карелии на каждом углу сказка. Сейчас покажу, что имею в виду. Сфотографировала на макросъемку. Смотрите. Меня, наверное, уже потеряли. Ну, пойдем это дело проверим. Идем. Еще 490 метров. Ручеем горный. Ну, не знаю, какой он. Горный, лесной. Без разницы. Журчит. Красиво как. Слушайте, я, по-моему, научилась делать контент с двух рук. Сейчас берем камеру. Здесь снимаю. Тут фотографироваю. Параллельно показываю. Что, пора менять профессию? Хотя Димур ржется опять, когда будет монтировать эту историю. Ну, реально, круто. Потому что выдыхать мозгом надо. Не думать ни о чем. Просто идти наслаждаться пением птиц. Жизненно необходимо. Особенно всем, у кого труд умственный. Вообще, самым тяжелым, он считается, работник умственного труда, но опять, смотря, что делает. Но самым считается тяжелым, это стратегия. Это стратегия. Это долгую, это стратегический план. Это развитие. Это не теория. Когда все это на практике. Смотрите, вот такие лесочки. Дорожки в лесочке уходят. И, о чем я вам наговорила, если вы пропустите тот желтый стенд, не пропускайте вот такую табличку. Проверить могут в любом моменте. Посещение без оплаты запрещено. Первые две машины, которые встретились на пути, это был Kia Mahave и Nissan Podfighter. Могу ошибиться в названии, но ребята тихонечко проехали. Аккуратненько, плавненько едут. Мы пока шли, пока ребята мне вперед не убежали, Дима сказал, что можно было, в принципе, доехать бы и до финала, но ехали бы мы примерно с той же скоростью, с которой шли. Поэтому мы приняли решение пройтись, распрясти попочку перед обедом и, соответственно, заодно красивый контент. Из окна машины не снять. Из окна машины невозможно увидеть каждый вот такой вот красивый ручеек, который мы с вами смотрели. Поэтому идем. До конца маршрута реально осталось 140 метров, совсем чуть-чуть, и мы скоро на месте. Полет над водоподом. Саня, летим над водоподом? Вот такая таблитосина. Вот сейчас уже слышно. Мы, кстати, дошли до места, сейчас спустились по тропке, и в начале тропы тоже те таблички желтые, о чем я говорила, что нужно все-таки оплачивать. И оплачивайте все-таки заранее, потому что здесь связи нету. Не прорываются банки, не тянут. Так, Дмитрий Юрьевич и Сашина супругу скакали вперед. Мы идем, мы ползем, мы сейчас увидим что-то очень невероятно красивое. Дима собирался полетать. Не знаю, насколько можно, здесь не можно, сейчас все это выяснят. Дрон официально перегистрирован со всеми моментами. Но все равно красиво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 по камням, ближе к водопаду, и мы с вами идем туда же. Кстати, как раз сейчас народу стало поменьше, когда приехали, народу было плотненько. В общем, этот водопад стоит того, чтобы даже пройти к нему пешком. Да, в стаканчик. Я буду лукой с форелем, да? Блины с форелем и лепами, и одну калитку с копченой форелем. А мне просто с кусочками форели, не копченую, но тоже калитку. Тебе просто побычу. Да. Так, получается у вас пельмени, паста, две калитки с копченой форелию и одна калитка с кусочками, литр морса. А суп. Дмитрий Юрьевич сидит и ворчит, говорит, я влог не снимаю. Сейчас мы все это исправим. Мальчики, расскажите, пожалуйста, несколько слов о вашей жизни. Как вам поход на водопады? За... Дима, так можно в ютубе говорить? Ну, я запитывал. Люди не поняли его эмоции. За... Пи-пи-пи-пи-пи-пи. О! В общем, я уже меню показывала. Нет, кстати, вот этот, да, правда, вот этот водопад, он самый красивый из всех тех водопадов, которые мы видели в Карелии. А в Карелии мы уже не первый раз. Мы видели на Теваче, Теваче водопады, и мы выделили возле Рускиала водопада. Ну, вы и сами это увидели, потому что я там и дрончиком полетал, и фотографии, и вот. Я, конечно, камеру немножко поводил. Ну, это прямо, там место и пить. Единственное, вот, расстраивает, оно, нет никакой инфраструктуры, там, хотя бы грейдер почаще, там, вот, дело бы поровнее. Получше было. Вот ехали, мы час туда. В плане дороги, да. Сколько там километров я напишу? 6, по-моему, 6, 7. Ну, нет, побольше. Ну, это, начиная от асфальта до... До места. До места. Там, по-моему, что 20 километров, что-то. Ну, короче, ехали очень долго. Целый час. Ну, сначала, когда, первое, съехали, я не понимаю. А еще это вот так. А я не понимаю, остается 5 километров, а ехать 40 минут. То есть, что такое? Что такое? Ну, как так-то? У меня в голове не саналовся. Оказывается, вот, дорога, конечно, не так себе. И кто последует нашим примеру приедет на этот водопад, лучше на маленьких, низколетящих машинах там не кататься. Тут, ну, да, уже такое вот. С высоким клиренсом. Вот так. А потом мы настолько продолжались. И можно сказать, вот, я скажу прям, можно сказать, можете смело ехать, да, места. Не бойтесь, да, там, конечно, на асфальт. Там дорога не так себе. Проговорился. Ну, поехать, да, проехать можно. Не бойтесь, и там потихонечку, я думаю, 5-4, ну, да, и лучше в комфорте с пенсионером, чем пешком. Окей, если бы ты знал, допустим, Лиза, то есть, грубо, ты посмотрел чей-то влог. Ну, в следующий раз, если бы мы поедем, когда... Ты поедешь уже на машине. А мы поедем. А мы прям сегодня уже на машине поедем, там не страшно. Потом мы настолько проголодались, что, по-моему, полминиума заказали, да? Да. На четверых. Ну, вот сейчас мы пока дразнить не будем, мы потом покажем, что на столе будет. Короче, чтобы не запиквили мое слово, Дима, а водопада характеризовать могу одним словом. Фердипердозно. Фердипердозно. Дима, все, мое партийное задание перед Родиной выполнено. Ну, все, сейчас мы вам заснимем бакстейдж то, что мы заказали. Мештый унтихут. И после слоя, стоит ли посещать это кафе или нет. Да, обалденно. Пока нас... Ну, и, кстати, отметьте, кстати, кто ездит вот туристами на автодомах, такая больная тема наша. Ага, а теперь у нас это вообще актуальная тема. Давай я вам покажу просто. Смотрите, что мы на Рейли, здесь есть кемпинг. Я прям, наверное, специально сделаю вот так, то есть сразу, чтобы понимали, мы вообще знать никого не знаем здесь и нас здесь не знают. То есть нам не платили ни за рекламу, ни за что. Мне понравилась охраняемая стоянка, отдельно лаунж с настольными играми и ТВ, зарядка для электромобилей, Саня подсовывает сахар, сейчас по рукам получит. Еще вот такой есть. Питчи с разъемами для подключения к электричеству, душ, туалет, слив, всего чего можно, стиралка с сушкой и дополнительная скидка на меню. Мангальная зона, спортивный инвентарь. Я уже показывала, что тут и детские площадки есть, когда походила, и просто к тому, что вот по ценнике, да, ради интереса. Вот я за 380 рублей даже заморачиваться не буду делать куриный шашлык. 200 грамм уже готово. Поэтому мы сейчас будем вкусненько кусать, особенно вот такой вот вкусненький местный супчик. Лохи Кейт, язык сломаешь. Но я верю, что будет вкусно, да, Дим? Дим, ты веришь? Очень будет вкусно. Слушай, ну прям официантки довольно-таки небольшие порции таскают. Сейчас узнаем. Если мы вот этих мальчиков на корме... То есть мы их на корме? Да, и они просить, да, вообще не буду, значит, всё отлично. Не будем. Я уже живу в камеру. Растащили калитки, это Дмитрий Южич. Это бездельно. Слушайте, вот, мы подогрели бы, было бы поприятнее немножко. Они холоды подогрели? Нет, пока не слона, они остыли. Нет, они прохладненькие. Короче, нас решили долго не муражить, принесли тушу, готово. Мы пока сидим и жмём. Так, чё, чё за назван? Надо сказать. Ну, а я начну. Монифико, мототабелло, тути-фрути. Что записали? Актёр больших и малых цитров. Да. Ну, новенькие, энтузиазма полно. Нам принесли суп, очень вкусно. Дим, как вот тебе показать, что у меня здесь есть? Уже видно, вот давай. Смотри, икра, много форели, тазик сухарей. Бульончик попробовал, по мне прям хорошей соли. Саш, как супчик. Обалденно. У Саши солянка. Да, реально, обалденно. С рыбкой, с красненькой, лимончик, оливки. Вообще супер. Вот так надо, да? Но реально приятно. А, смотри, значит, рыбная солянка 410. Наш сложным названием 490. Нет, классный, классный. Нам приятно. Продолжение следует... Продолжение следует...